Субтитры создавал DimaTorzok Говорит Аш-Шарху Говорит Шех Салих Али-Шех Этот хадис касается немного другой темы Это тема Ихсан То есть того, чтобы человек делал должным образом Всякое дело, которое он совершает Аляфи иннабиев сказал об этом Пророк Пояснив Всевышний Аллах Субтитры Предписал делать должным образом Всякую вещь Говорит слово Катаба Предписал Указывает на то, что Совершать каждое дело должным образом Является обязательным Потому что у ученых по усолю Слово Катаба Является одним из слов Из которых понимается обязательность А также Любые слова, которые берутся из этого слова Катаба То есть Китаб, Кутиба и тому подобное Говорит Сказал Всевышний Аллах Субтитры Пояснив Намаз предписан верующим В свое определенное время То есть используем слово Китаб Китаб То есть предписан Предписание Говорит поэтому На обязательность совершения намаза Указывают множество вещей Из этих вещей Вот этот вот аят То, что он предписан То есть предписан В свое собственное время Сказал Всевышний Кутиба алейкум Предписан вам Пост Или предписана вам Ураза Вакал Аззаджали Также Всевышний Сказал Кутиба алейкум Из ахазара Ахадакум Подписано вам Когда постигнет Одного из вас Смерть То есть один из вас Находясь при смерти Должен сделать то-то и то-то Вакал И сказал Всевышний Аллах Это предписание Аллах На вас Вакал И сказал Всевышний И мы предписали им В ней То есть в Торе То, что душа За душу То есть Все эти слова Зачем приводят Шахсалах и Шейх все эти аяты? Чтобы показать, что слово китаб или кутиба, или катабна, или китабан и тому подобное. Все, что берется от слова китаб или кутиба, указывает на обязательность этого определенного действия. Фи аятин кассира фи алавзу ал-китаб. Говорит, и также в других множественных, большого количества аятах приходит слово ал-китаб. Фа лавзу катаба ва матасарра фамингу. Поэтому слово катаба, а также все те слова, которые берутся из этого корня, указывает на то, что то, что предписано, является обязательным. И из этого также делать каждое дело должным образом. Почему? Потому что это слово пришло в нашем хадисе также. Поистине Всевышнего, Аллах предписал делать хорошо всякую вещь. Что касается предлога аля, то есть предписал совершать всякую вещь, аля куллишей. То есть на каждую вещь это предписал, совершать каждую вещь, относительно этого предписал. Говорит слово аля, этот предлог можно понять здесь двумя пониманиями. Аль-ауэль, во-первых, антакуна китаба таву алихсан, аля куллишей китаба кадария. Всевышний Аллах предписал делать каждое дело должным образом китаба кадария, то есть предписанием предопределения. То есть предписал, имеется ввиду предопределил. Яни аналлах каддара антамши аля шья аля лихсан. То есть Всевышний Аллах, Пану Аталия, предписал так, что каждое дело совершается должным, хорошим образом. И внушил своим творениям, чтобы они делали каждое дело должным образом. Астане и во-вторых, или второе понятие, антакуна китаба гуна шария. То, что предписание здесь имеется ввиду шария, то есть шариатское. То есть не предписание в смысле предопределения бытовое, а в смысле шариатское. То есть приказал, установил. И предлог аля, над, или на, в словах, поискому Всевышний Аллах, предписал делать хорошо всякую вещь, или на всякую вещь. Это предписание распространяется. Будет в смысле в, внутри чего-либо. Яни, ката балихсана фикул лишей. То есть предписал делать должным образом во всякой вещи, то есть всякую вещь. Говорит, поэтому если мы говорим, что предписание здесь шариатское, то хитаб, обращение здесь идет к тем, которые мукаллафун. То есть к тем, на которых есть определенная ответственность или обязанность. Поэтому пророк, саллаллаху алейкум, привел здесь пример, который связан с людьми, на которых наложена ответственность. Значит, более правильное мнение и понимание то, что по словам предписал, здесь имеется в виду, предписал в шариате, то есть приказал и установил это. Поэтому, говорит, это второе мнение более явное. Яни антакун аль-китаба шария, то, что предписание в этом хадисе имеется в виду шариатское, а не просто бытовое. То есть, если бы было предписание бытовое, получилось бы, что всякая вещь, которая происходит в этом бытие, в этой природе, в этой вселенной, каждая вещь происходит в совершенном виде. Но это на самом деле не так. Поэтому здесь под понятием «предписал Всевышний Аллах делать хорошо каждую вещь» имеется в виду в шариатском смысле. Приказал это людям. Говорит, «ИАНИ ФИКУЛЛИШЕЙ, АУЛИКУЛЛИШЕЙ», то есть приказал это относительно всякой вещи, «ВАТАКУНА АЛЯ АХУНА БИМАНА ФИ». Здесь предлог «АЛЯ НАТ» будет в смысле «В», «ФИ». Как, например, слова пророка, когда ему задали вопрос, «АЙЮЛ ААМАЛЯ АХАББУ ИЛАЛЛАХ», какое дело является самым любимым для Всевышнего Аллаха. Он сказал «Намаз на его времени». ИАНИ ФИКУЛЛИШЕЙ, имеется в виду «в его время». Этот хадис приходит у Бухарии Мусульма со слов Ибн Масруда. Что значит «намаз на его времени»? То есть, говорит, имеется в виду «намаз в его время». И здесь предлог «АЛЯ» приходит в смысле «ФИ», «НАТ» приходит в смысле «В», внутри чего-либо. И это говорит известно в арабском языке, что часто предлог «АЛЯ НАТ» приходит в смысле «ФИ», «В». А также наоборот, предлог «ФИ» внутри чего-либо приходит в смысле «АЛЯ НАТ» чем-либо «ФИ» сразу во многих местах в арабском языке. Если ты это понял, тогда что за «Ихсан»? Что значит «предписано хорошо совершать всякую вещь на человека»? То, что «АЛЯ ХСАН» является «Маздаром», является основной платформой слова «АХСАНА ШЕЙ», то есть «совершил что-то прекрасным образом». А раз так говорит, то «совершать должным образом всякую вещь» отличается от «дела к делу». То есть «у всякого дела» совершение его должным образом отличается от «другого дела». Если говорит перед нами вещь, то есть «перед нами явление, которое является поклонением», то «совершать его должным образом» имеется в виду «совершать должным образом всякую его часть» и все его столпы, и все его обязательные действия, так, чтобы оно было действительным и человек за это заслуживал награду. То есть «чтобы человек выполнял в этом поклонении должным образом все его столпы, все его обязательные действия и все его шарайт, условия этого деяния. Поэтому здесь уже что? Не имеется в виду желательные действия. Потому что желательные действия не предписаны в обязательной форме для человека. Вместе с тем, что посредством совершения желательных вещей доводится до совершенства совершение обязательной вещи. То есть, если Всевышний Аллах приказал какое-то обязательное поклонение, обычно он приказывает что-то желательное к этому поклонению. Как, например, намаз Зухр, у него есть сунна перед ним и сунна после него. Для чего? Чтобы этим самым обязательная часть намаза Зухр была какой? Была более полноценной и более совершенной. «Ля кину алихсан аль мустахар». Но это уже ихсан, то есть совершение должным образом желательное, а не обязательное. Значит, что хочет сказать шахсал аль шех? Говорит, у каждой вещи совершение его должным образом бывает по-своему. То есть, если ты готовишь пищу, совершение должным образом свое. Если ты совершаешь поклонение, совершение должным образом свое. Если ты убираешься в мечети, совершение этого должным образом свое. И тому подобное. Если ты соблюдаешь права твоей семьи, или права твоих родителей, или права твоих родственников, у всего этого свои ограничения, свои границы. То, как это бывает наилучшим образом? Так вот, говорит, что касается поклонения, то чтобы поклонение считалось совершенным, должен образом, необходимо совершить все его столпы, все его обязательные действия, и чтобы все условия этого обязательного действия и его принятия Всевышним Аллахом также были соблюдены тобою. Говорит, а что касается желательных вещей, которые окружают это обязательное деяние, или которые имеются внутри этого обязательного деяния, то их совершение является желательным. И если человек их совершит, то его обязательное действие будет еще более полноценно. Но, говорит, вместе с этим мы не можем сказать, что совершение этих желательных вещей является обязательным. Оно не является обязательным, на то оно и является лишь желательным. Говорит, Потому что тот, который не будет совершать должным образом свои обязательства, тот считается тем, который приступил к границе перед собой или относительно себя. Кто такой? Тот, который причиняет несправедливость самому себе. Это тот, который совершает определенные запретные действия. Или поступает недопустимо или выпускает какие-то обязательные действия. Говорит, Поэтому Всевышний Аллах приказал Алихсан, то есть совершать должным образом различные деяния. Говорит, Также в своем взаимоотношении с творениями, с различными, то есть людьми или животными и так далее, ты тоже должен проявлять заботу и должен совершать эти деяния должным образом. Говорит, А как ты будешь относиться к ним должным образом? Так что, Если ты, во-первых, соблюдешь все их обязательные права, А также не будешь причинять им несправедливость в том, что принадлежит им. Говорит, Ихсан в зависимости от прав творения делится на несколько видов. Аль-Ауэль первый вид Относиться должным образом к праву пророка Говорит, И это самое великое право или пророк является самым великим творением, которое обладает правом на каждого мусульманина. Поэтому ты должен, должным образом, свидетельствовать о том, что Мухаммад является посланником Аллаха. А как ты можешь, должным образом, это засвидетельствовать, если ты будешь считать за правду все, что он сообщает? А также, если будешь поклоняться Аллаху, исходя из того пути, из того шариата, с которым пришел Мустафа, то есть избранный пророк, салаллаху аль-Асалям. И чтобы ты отдавал предпочтение его желаниям и его приказам религиозным над тем, что желаешь ты, и чего желают твои страсти, и над твоими нововведениями. Палли Ихсан фи хактиль Мустафа, салаллаху аль-Асаляма. Должен отбросить все это и отдавать право пророку, салаллаху аль-Асаляма, в этих делах. И это и будет соблюдением прав пророка, салаллаху аль-Асаляма, должным образом. Аль-Сан, второе право, Ихсану фи хактиль Валидейн. Говорит, относиться должным образом к праву твоих родителей. Ведь Всевышний Аллах, салаллаху аль-Асаляма, приказал относиться должным образом к их правам, в своих словах. И установил твой Господь, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него. И чтобы вы проявляли должное поведение относительно ваших родителей. Говорит, это называется хорошим отношением к родителям, если ты выполнишь все их обязательные права, которые на тебе относительно них. Аль-Салис, третий вид творений, Ихсан фи хактиль Му'менина би Амма. Проявлять заботу и относиться хорошо, относительно всех верующих в общем. Аль-Рабих, четвертых, Ихсан фи хактиль Уса. Относиться должным образом, правильным образом, так как это предписывает шариат, относительно грешников. Аль-Хамис, пятая ступень. Ихсан фи хактиль Уляма. Относиться должным образом, так как это предписал шариат, относительно ученых. Аль-Салис, Ихсан фи хактиль Улятиль Амр. Шестое, относиться должным образом к правителям, то как это предписал также шариат. Аль-Салис, седьмое. Ихсан фи хактиль Кафиры Айбан. И относиться должным образом к правам неверующего, к тем правам, которые упомянуты в Коране и Сунни. То есть, не допускать упущения в этом и наоборот, не чрезмерствовать в этом. Относиться должным образом так, как оно должно, так, как оно предписано в Куране и в Сунне. Говорит, поэтому мы говорим, что любой вид творения, который какой бы ни существовал, с ним связан какой-то вид Ихсана, какой-то вид должного отношения к нему. И шариат разъяснил это должное отношение подробно. Говорит, и даже животные из творений, относительно них, есть определенный вид должного отношения к ним. Как сказал пророк в своих словах, Если вы убиваете, то убивайте должным образом. Говорит, это также один из видов доброго, хорошего отношения, которое связано с некоторыми из творений. Говорит, поэтому мы уже упомянули то, что должное отношение бывает относительно каждого из творений. То есть имея в виду те творения, которые принимают участие в твоей жизни. Из этих творений, говорят, также животные. Как же ты можешь относиться хорошо к животным? Также пророк говорит, упомянул здесь, как нужно должным образом относиться к животным. И тем самым, что сделал Танбих, сделал примечание и указал на то, что если такое отношение должно быть к животным, то к людям, тем более оно должно быть еще более лучшим. То есть человек должен стремиться приносить жертву животным лучшим образом. То есть, что касается убийства и жертвоприношения, то должен делать это должным образом. Поэтому слова пророка, салаллаху алейху асалам, если вы убиваете, то убиваете должным образом. Это включает как людей, то есть под этот хадис или под эту фразу включаются как люди, так и животные. То есть, если идет сражение или идет война, то человек, мусульманин, не имеет права издеваться над своим врагом из неверующих. Но должен сражаться достойно. Говорит, И то, что понимается из этого хадиса, то, что здесь под убийством имеется в виду животное. Но мы говорим, что даже человек, во время сражения или во время войны, сражение должно происходить должным образом. Говорит То есть, человек, если происходит, допустим, шариатское наказание, и человек приговорен к смертной казни, то тот, который выполняет шариатское наказание относительно человека, относительно смертной казни, должен делать это должным образом. И ударять этого человека должным образом, так, чтобы его жизнь ушла от него быстро, и чтобы он не мучился. И даже, говорит, относительно неверных, пророк, приказал, чтобы не уродовали их трупы, чтобы не убивали пожилых, а также, чтобы не убивали женщин и детей. И пророк, перед тем, как отправить военный поход, какую-то группу людей, давал им завет и говорил, выходите в военный поход с именем Аллахом, на пути Аллаха, сражайтесь с теми, которые не веруют в Аллаха, выходите в военный поход, и не берите тагуллю, то есть, не воруйте из трофеев, и не занимайтесь предательством, и не уродуйте трупы, и не убивайте детей. И этот хадис приходит у имама мусульма со слов Бурайда, Бурайда ибнуль-Хусайба. Пророк, салаллаху алисаламу, говорит, если вы приносите жертву животное, приносите его должным образом. То есть, ищите наилучший путь для жертвоприношения и приведите его в действие. Пусть один из вас наточит нож перед жертвоприношением должным образом. То есть, человек должен наточить свой нож должным образом, чтобы душа этого животного вышла быстро, чтобы произошло жертвоприношение быстрым образом. Потому что, если нож не является наточенным должным образом, человеку придется проводить по горлу животного многократно. И в этом заключается мучение животного в удалении от него его жизни. И этот хадис указывает на то, что человек должен использовать хорошие, хорошо наточенные инструменты при жертвоприношении животных. Поэтому, противоречившись этому хадису, некоторые люди, которые не умеют должным образом приносить жертвоприношение. Так что, он идет и учится на животном, как нужно приносить в жертву животное. И режет животное 10 минут или 5 минут. И все это время он пытается это животное зарезать. То есть, затягивает принесение в жертву животное на такое долгое время. И у некоторых животных убегает от него. А у джема затмин ядей, у акамат в ад-даме это наср. Вскакивает перед ним. Некоторые встают, и кровь у животного течет в это время. И подобные, говорит, деяния, которые происходят относительно тех людей, которые не умеют приносить животных в жертву. Говорит. Такой человек противоречит этому хадису пророка, который приказано приносить в жертву животное должным образом. Поэтому человек должен быстро резать животное. И для этого он должен наточить свой нож должным образом. И чтобы он умел пользоваться этим ножом, также должным образом. И это то должное отношение к животным, которое нам приказано. И также в некоторых хадисах приходит, что должное отношение к животному, чтобы одно животное не резалось перед другим животным. Чтобы другое животное не видело, как режут второе животное, подобное ему. Так, чтобы животное не видело, как выходит кровь из его, подобного, такого животного, как он, когда его приносят в жертву. То есть, чтобы животное не боялось и не пугалось, и не приходило в ужас. Поэтому мы говорим, что в этом хадисе приходит приказ совершать должным образом всякую вещь. Должным образом совершать различные виды поклонения, а также должным образом относиться к самому себе, а также с людьми остальными, а также с животными. И даже с растениями, и даже с джиннами, и даже с ангелами. То есть, пришло в одном из хадисов, что пророк, салаллаху алисаляму, сказал, если кто-либо из вас поел лук или чеснок, то пусть не заходят в эту мечеть, в эти наши мечети. Потому что ангелам приносят неприятность то же самое, что приносят неприятность людям. В этом указание также на соблюдение прав ангелов. Поэтому относительно любого творения Всевышнего Аллаху, правильное отношение к нему бывает по-своему. Поэтому мы говорим, что это великий приказ, который Всевышний Аллах приказал и сказал, Поистине Всевышний приказывает вам справедливость и должное отношение ко всякой вещи. Поэтому также и требующие знания должны правильно произносить свои слова. И правильно совершать свои деяния. А также должны правильно относиться к своему Господу. А также должны правильным образом относиться к различным творениям, к людям, животным и так далее, в различных видах этих творений. Все равно эти творения, которые перед тобой люди, то есть на которых есть ответственность, или не люди, как животные, растения и так далее. Человек должен относиться правильным, должным образом к горам, к растениям, деревьям, животным и так далее. И ко всяким творениям Всевышнего Аллаха. Потому что Всевышний Аллах предписал делать должным образом каждую вещь. Поэтому также человек, если ему предлагают какую-то должность или предлагают какую-то обязанность, говорят, давай, брат, будешь заниматься таким-то деянием. Человек должен трезво взвесить, способен ли он выполнять это деяние должным образом. Суть здесь уже не в скромности или подобных вещах, но в том, чтобы человек указал, если он не способен совершать эти деяния должным образом, он должен сказать, я не умею это делать. Или я не способен совершать это дело должным образом, лучше передайте это дело кому-то другому, чтобы это дело совершалось как следует. Ясно или нет? Поэтому, если человек не способен, пусть отдаст дело тому, кто способен это дело совершать. Потому что если нож не является наточным должным образом, человеку придется проводить по горлу животного многократно. И в этом заключается мучение животного в удалении от него его жизни. И этот хадис указывает на то, что человек должен использовать хорошие, хорошо наточенные инструменты при жертвоприношении животных. Поэтому противоречившись этому хадису, некоторые люди, которые не умеют должным образом приносить жертвоприношение. Так что он идет и учится на животном, как нужно приносить в жертву животное. И режет животное 10 минут или 5 минут. И все это время он пытается это животное зарезать. То есть затягивает принесение в жертву животное на такое долгое время. У некоторых животных убегает от него. Вскакивает перед ним. Некоторые встают и кровь у животного течет в это время. И подобные, говорит Диане, которые происходят относительно тех людей, которые не умеют приносить животных в жертву. Говорит. Такой человек противоречит этому хадису пророка, который приказан приносить в жертву животное должным образом. Поэтому человек должен быстро резать животное и для этого он должен наточить свой нож должным образом. И чтобы он умел пользоваться этим ножом так же должным образом. И это то должное отношение к животным, которое нам приказано. И также в некоторых хадисах приходит, что должное отношение к животному, чтобы одно животное не резалось перед другим животным. Чтобы другое животное не видело, как режут второе животное, подобное ему. Так, чтобы животное не видело, как выходит кровь из его, подобного, такого животного, как он, когда его приносят в жертву. То есть, чтобы животное не боялось, не пугалось и не приходило в ужас. Поэтому мы говорим, что в этом хадисе приходит приказ совершать должным образом всякую вещь. Должным образом совершать различные виды поклонения, а также должным образом относиться к самому себе. А также с людьми остальными, а также с животными. И даже с растениями, и даже с джинами, и даже с ангелами. То есть, пришло в одном из хадисов, что Пророк сказал, если кто-либо из вас поел лук или чеснок, то пусть не заходят в эту мечеть, в эти наши мечети. Потому что ангелам приносят неприятность то же самое, что приносят неприятность людям. В этом указание также на соблюдение прав ангелов. Иллаах и резалика и тому подобные виды творений. Поэтому относительно любого творения Всевышнего Аллаха, правильное отношение к нему бывает по-своему. Поэтому мы говорим, что это великий приказ, который Всевышний Аллах приказал и сказал. Поистине Всевышний приказывает вам справедливость и должное отношение ко всякой вещи. Поэтому также и требующие знания должны правильно произносить свои слова. И правильно совершать свои деяния. А также должны правильно относиться к своему Господу. А также должен правильным образом относиться к различным творениям, к людям, животным и так далее. В различных видах этих творений. Все равно эти творения, которые перед тобой люди, то есть на которых есть ответственность, или не люди, как животные, растения и так далее. Человек должен относиться правильным, должным образом к горам, к растениям, деревьям, животным и ко всяким творениям Всевышнего Аллаха. Поэтому также человек, если ему предлагают какую-то должность или предлагают какую-то обязанность, говорят, давай, брат, будешь заниматься таким-то деянием. Человек должен трезво взвесить, способен ли он выполнять это деяние должным образом. Суть здесь уже не в скромности или подобных вещах. Но в том, чтобы человек указал, если он не способен совершать это деяние должным образом, он должен сказать, я не умею это делать. Или я не способен совершать это дело должным образом, лучше передайте это дело кому-то другому, чтобы это дело совершалось как следует. Ясно или нет? Поэтому, если человек не способен, пусть отдаст дело тому, кто способен это дело совершать. Субханакаллаху ма бихамдик Ашаду в Аллахе илля анта Астахфираллаху ваату ваилей Растения и так далее Вальджибал, ваннабад, ващаджир, ваддаваб Человек должен относиться правильным, должным образом Горам, к растениям, деревьям, животным И ко всяким творениям Всевышнего Аллаха Лианн Аллах аззаваджаля Потому что Всевышний Аллах Катавалихсана аля кулишай Предписал делать должным образом Каждую вещь нам Поэтому так же человек, если ему предлагают Какую-то должность или предлагают какую-то обязанность Говорят, давай, брат, будешь заниматься таким-то деянием Человек должен трезво взвесить Способен ли он выполнять это деяние должным образом Суть здесь уже не в скромности Или подобных вещах Но в том, чтобы человек указал Если он не способен совершать это деяние должным образом Он должен сказать, я не умею это делать Или я не способен совершать это дело должным образом Лучше передайте это дело кому-то другому Чтобы это дело совершалось как следует Ясно или нет? Поэтому, если человек не способен, пусть отдаст дело тому Кто способен это дело совершать Субханакаллаху ма бихамдик Как следует, ясно или нет? Поэтому, если человек не способен, пусть отдаст дело тому, кто способен это дело совершать.